Приветствую, друзья! Хочу сказать, что если соединить любое действие, особенно ощутимое, с образом изменений в себе или образом будущего, то оно превращается в доминанту и начинает разворачиваться, и так начинает происходить в жизни. Вот я вам пример приведу. Вот, например, гомеопатия. Ну, там есть такие таблеточки, горошинки, которых ничего нет внутри, ничего нет. Но поскольку ты совершаешь действие и не один день, и каждый день, и пьёшь эти горошинки, и запиваешь водичкой с ожиданием улучшения, у тебя происходит улучшение. Поэтому до сих пор не могут понять, гомеопатия почему помогает. Одни говорят, что нет, нет, это не плацебо, это не психотерапия, там память, лекарство, память, память. Ну, понятно. Ну, послушайте. Любое действие, особенно ощутимое, например, физкультура, вы делаете действие и ощущаете что-то при этом. И если у вас образ будущего при этом сопряжённый, то вы начинаете лучше себя чувствовать. Или, например, это мой любимый пример, когда ты вдруг попал под холодную воду, у тебя окатило водой холодной. Ощутимое действие. Сопряжённое с образом будущего. Могу простыть. И после этого начинаешь болеть. А в другой раз ты окатил себя холодной водой. Ощутимое действие. С ожиданием улучшения, что ты закаливаешься, и ты начинаешь закаливаться. Таких примеров можно привести сотни. Но сегодня я хочу сказать о другом. Давно мы не делали продвижение наших друзей. Помните, Константин Михайлов, Виктор Лобынцев и другие, другие, другие. И я подумал, пора это восстановить, эту традицию нашей школы, человек будущего, Homo Futurus. Я вот делюсь, например, делюсь. Не знаю пока, как назвать, получилось это или нет. Хотел руки сделать, чтобы они были едва, так сказать, видны, а получились немножко тяжеловато. Или, ну как вы думаете вообще, картину доработать, коллективный разум, помните у нас? Или оставить так? Вот. Ну, пожалуйста, вы тоже, кто хочет, кто хочет, тоже можете поделиться. До встречи, друзья.